Мои дорогие братья и сестры, мне очень приятно стоять перед вами, когда мы участвуем в этой генеральной конференции. Возможно слышать на генеральной конференции слова мудрости и утешения, совета и предупреждения в течение многих лет была неизмеримым благословением для сестры Тайшеира, нашей семьи и меня лично. В это особое время года, более того, в Пасхальное воскресенье, я не могу не размышлять о значении учений Спасителя и Его добром и любящем примере в моей жизни. Более глубокое понимание Иисуса Христа даст нам большую надежду на будущее. И несмотря на наше несовершенство, больше уверенность в том, что мы достигнем наших праведных целей, оно также подарит нам большее желание служить нашим ближним. Господь сказал, «В каждой мысли ищите Меня, не сомневайтесь, не бойтесь». Искать Господа и чувствовать Его присутствие – это ежедневная задача, достойная прилагаемых усилий. Братья и сестры, сегодня в нашем распоряжении есть больше, чем когда-либо, исключительных возможностей и ресурсов, чтобы углубить наше понимание учений Иисуса Христа и Его искупления. Правильное использование этих ресурсов поможет нам жить плодотворно и наполнить нашу жизнь радостью. В своей притче о виноградной лозе и ветвях Спаситель учил, «Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне». Чем лучше мы понимаем выдающуюся роль Христа в нашей жизни, тем лучше осознаем нашу цель в земной жизни, которая заключается в том, чтобы иметь радость. Радость, однако, не означает, что мы не будем проходить через испытания и трудности, причем некоторые будут настолько тяжелыми, что могут привести нас к мыслям о невозможности быть счастливым в таких обстоятельствах. Из личного опыта я знаю, что радость праведной жизни и пребывание во Христе может продолжаться, несмотря на суровые условия земной жизни. В конечном счете, эти невзгоды часто обогащают, очищают и ведут нас к более великому пониманию цели нашего существования и искупления Иисуса Христа. Более того, полноту радости можно достигнуть только через Иисуса Христа. Он сказал, «Я есть млоза, а вы в ветви. Кто пребывает во мне, а я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Я верю, что если мы лучше поймем Спасителя, у нас появится более сильное желание жить в радости и уверенность в том, что эта радость возможна. И как следствие, нам станет легче проживать каждый день с большим энтузиазмом и соблюдать Божьи заповеди даже в сложных обстоятельствах. Давайте же не будем оставлять на завтра то, что можем сделать сегодня. Нам нужно прийти ко Христу сейчас, ведь если мы верим Ему, то будем трудиться, пока это называется сегодняшним днем. Мы должны стремиться, чтобы учениями Христа были как можно больше вовлечены в каждый наш день. Маленькие и простые шаги и поступки, совершаемые ежедневно, помогут нам. Первое – углубить понимание значения Господа в нашей жизни. И второе – поделиться этим пониманием с подрастающим поколением, которые, несомненно, почувствуют любовь Небесного Отца Его Сына Иисуса Христа, если будут видеть наш пример искренней жизни по Евангелию. Что же это за простые действия, которые в современных условиях станут бальзамом для наших душ, укрепляя наше свидетельство о Христе и Его миссии? В 2014 году на конкурс фотографий от National Geographic поступило 9200 заявок от профессиональных фотографов и любителей из 150 стран. На фотографии, ставшей призером конкурса, изображена женщина. Она стоит посреди поезда, наполненного людьми. Ее лицо освещено светом, исходящим от мобильного телефона. Она передает остальным пассажирам четкое послание. Несмотря на свое физическое присутствие, на самом деле она не там. Мобильные устройства, смартфоны и социальные сети в корне изменили наше присутствие в мире и способ взаимодействия с другими людьми. В цифровую эпоху мы можем быстро перемещаться в места и на мероприятия, которые немедленно отдаляют нас от того, что важно для нашей жизни и настоящего счастья. Жизнь в социальных сетях может, если ее не обуздать, привести к отношениям с людьми, которых мы не знаем или с которыми никогда не встречались, вместо того, чтобы общаться с теми, с кем мы живем, нашей семьей. С другой стороны, мы все знаем, как мы благословлены прекрасными интернет-ресурсами, в том числе и теми, которые разработаны Церковью. К ним относятся аудиоверсии Священных Писаний и Генеральной Конференции, видеосюжеты о жизни и учениях Иисуса Христа, приложения для записи нашей семейной истории и возможность слушать вдохновляющую музыку. Наш выбор и приоритеты, которые мы расставляем во время использования интернета, имеют огромное значение. Они определяют наш духовный прогресс и зрелость в Евангелии, а также желание внести свой вклад в создание лучшего мира и жить более продуктивной жизнью. Именно поэтому я хотел бы поговорить о трех простых привычках, которые помогут сделать использование интернета разумным. Эти три привычки приведут к ежедневным размышлениям, необходимым для того, чтобы мы могли стать ближе к учениям нашего Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа. Привычка номер один. Посещайте официальный сайт Церкви для поиска информации. Если в течение недели мы часто обращаемся к этому ресурсу, это поможет нам всегда быть чувствительными к учениям Евангелия и вдохновлять членов нашей семьи и друзей задуматься и размышлять о том, что важно. Привычка номер два. Подпишитесь на официальной странице Церкви в социальных сетях. Этот выбор привнесет на ваш экран информацию, которая важна для углубления вашего поиска и знакомства с Господом и Его учениями, а также укрепит ваше желание понять Евангелие. И что более важно, это поможет вам помнить, чего ожидает от нас Христос. Так же, как нет хорошей земли без хорошего фермера, так и нет хорошего урожая в интернете, если мы с самого начала не расставим приоритеты в том, что допустимо для наших пальцев и нашего разума. Привычка номер три. Выберите время, чтобы отложить ваши мобильные телефоны и устройства. Очень полезно отложить наши электронные устройства на какое-то время, и вместо этого открыть Священные Писания или пообщаться с семьей и друзьями. Ощутите покоя от участия в причастном собрании без постоянных попыток посмотреть, не пришло ли вам новое сообщение и не появился ли новый пост, особенно в день Господа. Привычка на некоторое время откладывать мобильные устройства в сторону обогатит и расширит ваше видение жизни, ведь жизнь не ограничивается 10-сантиметровым экраном. Господь Иисус Христос сказал, «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас. Прибудьте в любви Моей». Бог хочет, чтобы мы радовались и чувствовали Его любовь. Христос сделал такую радость возможной для каждого из нас. У нас есть средства, чтобы лучше узнать Его и жить по Его Евангелию. Я приношу свое свидетельство, что радость заключена в соблюдении заповедей. Она приходит благодаря покою и безопасности, которые мы ощущаем, если пребываем в любви Небесного Отца и Его Сына нашего Спасителя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok